ДИСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА Сводка о криминальных происшествиях за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 92 сообщения о происшествиях. С юмором о серьезном. Игра КВН на противопожарную тему. Я вам хочу сегодня пожелать, чтобы вы показали все свои способности, чтобы вам повезло. Издевательства и пережиток прошлого. Так относится смолянник с цирком с животными. Это данные недавно проведенного в областном центре социологического опроса. Так, из полутора тысяч опрошенных 65% горожан считают, что цирк с животными – это живодерство, от которого давно пора уйти. Но есть и любители подобных развлечений. Это 6,5% респондентов. В то же время отказ от представлений с животными – это общемировая тенденция. Сомнительное развлечение уже запрещено в более чем 45 странах мира. Основная причина запрета – это жестокое обращение с животными. Сюда же относятся условия содержания и методы дрессировки. В России на данный момент каких-либо запретов на деятельность цирков нет. 25 октября прошло очередное заседание депутатских комиссий Десногорска. На повестке дня значилось 8 вопросов, в том числе по развитию города. Какие из них удалось рассмотреть – далее в сюжете. Началось заседание с минуты молчания. 22 октября из жизни ушел Кузнецов Юрий Васильевич, председатель первичной просоюзной организации Смоленской АЭС. Из множества вопросов повестки дня наиболее важные касались инфраструктуры Десногорска. Так, одна из главных с тем была о реорганизации МУП ККП и о деятельности нового оператора тепловой инфраструктуры города. Администрация совместно с концертом «Властногоатом» разработала мероприятие по реорганизации МУП ККП и передаче тепловых сетей на обслуживание ООО «Атомтеплоэлектросеть». Данное мероприятие находится в работе. Нюансов вопросов очень много. Новый оператор «Атомтеплоэлектросеть» – именно эта компания и готова модернизировать систему тепловой инфраструктуры муниципалитета. В настоящее время эта положительная практика уже используется и в других городах, в присутствии атомных станций, в том числе и на Кольской станции. Мы являемся уже, если я не ошибаюсь, седьмой, нет, шестой площадкой внедрения, привлечения данного оператора. На данный момент какой-либо конкретики о предстоящих преобразованиях пока нет. А при разработке таких планов предложено учитывать особую специфику Десногорска. Мы должны собраться и открыто поговорить друг с другом, что нас ждет впереди. А вот так вот доверять, что как у нас, на Кольской... При этом в целом многие депутаты уже имеют свою конкретную точку зрения по этому вопросу. То, что это будет структура концерна, меня наоборот даже радует, потому что в городе при дефиците бюджета то, что будет эксплуатироваться в концерновской структуре, это наоборот привнесет плюс, как много объектов, на которые сейчас все жители имеют доступ. Большинством голосов было предложено вернуться к теме нового оператора при появлении существенной информации. Также депутаты обсудили подготовку города к зимнему периоду. В целом встречать холода Десногорск уже готов. Здесь включили двух положений. Одно положение это о том, что не полностью доделали пробу. Сейчас подрядная организация эти вопросы решает. То есть на следующей неделе закончить полностью 100%. Кроме этого идет подготовка к холодам и жилых домов. В ближайшее время будет завершен осмотр всех подъездных дверей и проверка их работоспособности. К отопительному сезону готово. О чем свидетельство о готовности к отопительному сезону подписан всеми. Сейчас мы ждем паспорт готовности. 10 машин у нас уже готовы, уже переоборудованы. Остальную технику мы будем переоборудовать после субботника. Запас песка и песчано-соляных смесей пополнены практически до 100%. То же касается и горюче-смазочных материалов. Совместными усилиями представители коммунальных служб обещают сделать зимний период для горожан комфортным. Заседание было отмечено и торжественным событием. У депутата от партии КПРФ Александра Прокопова 25 октября день рождения. Ему сегодня исполняется 67 лет. Также разрешить на право модератора оручить ему небольшой сувенир. Всему великолепному. Приходом осени заканчивается навигация водного транспорта. В этом году на территории Смоленской области сезон использования лодок и катеров завершился 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Смоленскому региону. Плавание на маломерных судах в акваториях теперь влечет наказание в виде штрафа. Для профилактики правонарушений инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды и патрулирование. Закрытие сезона навигации зависит от погодных условий. Так, в прошлом году он был завершен 19 ноября. Вновь спустить лодки на воду можно будет в апреле. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 92 сообщения о происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 61 административное правонарушение. В том числе 56 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении качества школьного питания. Главное нововведение – это появление термина «здоровое питание». В документе также закреплены его основные принципы и особенности меню для школьников младших и старших классов. Так теперь полностью запрещено сырье, которое изготовлено с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО и прочих опасных для здоровья веществ. Кроме того, как минимум одноразовое горячее питание станет обязательным для учеников начальных классов. Помогать регионам в реализации новых мер будут с помощью федерального бюджета. Предварительные расходы на помощь областям составляют 20 миллиардов рублей. Каждой шутке – доля правды. Ученики Десногорских школ провели КВН на серьезную тему о противопожарной безопасности. Об игре с «Огоньком» далее в сюжете. Эти юные и храбрые ребята всегда готовы рассказать, как опасен огонь. 25 октября двери Дома детского творчества распахнулись для проведения муниципального этапа противопожарного КВН. В игре приняли участие четыре команды. Соревновались ученики трех школ города, а также сборная команда Дома детского творчества. В начале мероприятия всех поприветствовал председатель жюри Егор Подобед. Он пожелал хорошего настроения зрителям и удачи командам. Я вам хочу сегодня пожелать, чтобы вы показали все свои способности, чтобы вам повезло. Игра включала в себя три конкурса. Классическая визитная карточка, студенческий театр эстрадных миниатюр и музыкальное домашнее задание. Все участники ответственно подошли к игре. Своими артистическими, вокальными и хореографическими данными юные КВНщики поразили зрительный зал. На сцене постоянно царило действие, что не давало возможности публике соскучать или отвлечься. В результате долгой, но крайне интересной борьбы команда жюри вынесла свой вердикт. Бронзу завоевала команда школы номер три, почетное второе место у школы номер два. Победителем же, занявшим первое место, стала команда «Пожарные носки», представляющая Дом детского творчества. Однако главным достижением для ребят стала не победа, а демонстрация пусть и слегка в шутливой форме того, что знания пожарной безопасности необходимы каждому современному человеку. Ведь, возможно, однажды они смогут спасти не одну жизнь. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ Россияне все чаще играют торжество на заемные средства. В среднем на свадебные кредиты приходится около 4% от общего объема выданных займов. Типичный портрет заемщика – это молодые люди возрастом до 25 лет, а необходимая сумма – от 100 до 300 тысяч рублей. Молодожены тратят деньги на необычные развлечения для гостей и фешенебельные банкетные залы, желая устроить праздник не хуже, чем у соседа. Между тем, около 16% пар разводятся, не прожив браки и двух лет. Но и после этого бывшие влюбленные продолжают платить долг по свадебному кредиту. Кстати, свадьба в кредит становится распространенным явлением и в мировой практике. Так, в США с 2017 по 2018 год объем выданных кредитов на свадьбу вырос на 144%. В конце выпуска о погоде. 29 октября в Десногорске облачно возможен дождь. Температура днем плюс 6, ночью плюс 2. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadofistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!